Люберцы вновь стали эпицентром масштабного спортивного события. В городском округе прошли всероссийские соревнования по борьбе на поясах среди мужчин. Мероприятие посвятили памяти известного политического деятеля Владимира Жириновского. Все подробности в материале моих коллег. 160 спортсменов из 23 российских регионов, а также из Киргизии и Таджикистана. Несмотря на то, что соревнования проходят впервые, география участников внушительная. Накануне только призовые места, памятные кубки и подарки, но и присвоение почетных спортивных званий. Мы согласовали данное мероприятие с Министерством спорта России. Он внесен в единый календарный план международных и всероссийских соревнований. Победителям присваиваются звания мастера спорта. На наш турнир только приехало участвовать 38 действующих мастеров спорта. Здесь борется чемпион мира, здесь борется победитель молодежного первенства мира. Перед тем, как борцы вышли на ковер, состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Люберец и Всероссийской Федерацией борьбы на поясах. Отныне в городском округе начнется развитие еще одного вида спорта. Конечно же, для нас это ответственное и важное мероприятие. Люберцы – это территория спорта. Мы всегда рады гостям, спортсменам принимать на своей земле соревнования и, самое главное, поддерживать их, поддерживать нашу молодежь, поддерживать ветеранское движение, для того, чтобы спорт сохранялся, развивался и был на самом высоком уровне. Спасибо вам большое за вашу поддержку. И действительно, как я сегодня услышал, Люберцы – это спортивный город, вам прицветание. И вот такие красивые спорткомплексы, чтобы их было больше у вас. Мы говорим спорт вне политики, но Жирновский был политик, и не просто политик, великий политик. Он государственник, он защищал интересы государства. Мне довелось с ним встретиться первый раз в 1997 году, потом встречался раз в 5 или 7. Он необычайный человек, поэтому сегодня мы его и вспоминаем, мы ему и благодарны. Спортсмены боролись в 14 весовых категориях. В программе соревнований представлены схватки в вольном и классическом стилях. Соперники все достойные, мастера, кандидаты, те же самые классики, вольники, дзюдеисты. Каждый из нас, конечно, хочет золота, но а как оно выйдет, так все будет. Вообще, каждое соревнование – это праздник для всех присутствующих. Борьба на поясах – один из самых древних видов спорта. Это доказывают рукописи, документы и различные исторические памятники искусства. Во время поединка соперники, взявшись за пояса, стараются повалить противника на спину, предварительно оторвав его от земли.